Всем привет! Мы подумали, я решил, пора в Москву. Тем более, случай подвернулся хороший. Наш друг Никита Скиба, тот самый, который делает замечательные майки и футболки, про которые все спрашивают, где купить футболку, как у Климса, начаток, вот у него. Он еще, ко всему прочему, видный спортсмен. И решил сделать мероприятие, которое называется «Спорт сквозь века», где я выступлю, как историк. Про предысторию спорта. Это очень непростой вопрос, между прочим. А потом будет еще Максим Бендус. Тоже, кстати говоря, известный спортсмен. Он все-таки настоящий советский офицер. Правда, не совсем советский. Но, тем не менее, по духу советский офицер, а значит спортсмен. Видный физкультурник и пропагандист здорового образа жизни. Он-то как практик, он тут может рассказать. Во-первых. И во-вторых, про современное состояние спортивной индустрии изнутри. И известный блогер Андрея Рудой. Который является духовным наставником и верховным руководителем. Я бы сказал, даже предводителем такого интернет-канала, как «Вестник Бури». Вот мы втроем в могучей кучке соберемся и поговорим о спорте сквозь века. Ну, а вы приходите. Это, я думаю, будет не безинтересно. Тем более, вы давно меня звали в Москву. И вот я приеду. Когда в следующий раз, честно говоря, точных дат назвать не сумею. Ну, а вкратце, о чём я буду говорить. Дело в том, что спорт – это очень интересный феномен. Который исторически, объективно, неразрывно связан, как и всё остальное, с экономическим базисом. И вообще-то сама идея поддерживать какую-то физическую культуру. Она крайне неочевидна. Она крайне неочевидна для подавляющего большинства народонаселения. Потому что сейчас почему-то спорт воспринимается как какой-то спорт высоких достижений. Что нужно быстрее бежать, дальше кидать, выше прыгать, глубже нырять. Это, конечно, правильно. Но вообще-то спорт – это лишь надстройка над огромной физической культурой. Вот культуры физического развития в принципе. Куда входит, между прочим, далеко не только поднятие тяжести и отжимания с бегом. А как минимум ещё и чистка зубов два раза в день, посещение бани, душа, ванны и прочее. Оно мало того, что было неочевидно, так ещё и понятно – не всем доступно. И вот как это не всем доступно? Посредством течения материи общества одной из форм материи. Стало не просто общедоступным, но и крайне желательным. Не для узкой прослойки, которая имеет возможность посвятить занятия не только физическому выживанию, но и в физической культуре. В достоянии народа вообще. И что с этим достоянием происходит теперь? Хотя, конечно, про теперь – это будет на этом мероприятии не строго мой вопрос. А я передам эстафетную палочку Андрею Рудому и Максиму Бендусу. Поэтому приходите в Москве. 14-го числа все адреса, пароли, явки вместе со ссылочкой на покупку билетов будут находиться под роликом. Поэтому смело тыкайте пальчиком в ссылку на таймпад, приобретайте билет, заходите. Точно будет интересно, учитывая, какие парни собрались. На сегодня все. Всем пока.